Похвестневский район. Столкнулись две легковушки. Шесть человек пострадали, в том числе три ребенка. По предварительным данным, мужчина за рулем Вазовской 14-й выехал навстречу и врезался в Приору, которая двигалась по своей полосе. В результате травмы получили как сам водитель 14-й и его пассажирка, так и водители-пассажиры Приоры. Сейчас по факту ДТП идет расследование. По версии ГИБДД, виноват в аварии водитель 14-й. При этом, как установили силовики, он уже год как был лишен водительских прав. По данному факту возбуждено административное расследование за причинение вреда здоровью участникам дорожного движения. Ну и соответственно, он принесет ответственность за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления. Еще одно ДТП на этот раз в Челновершинском районе погибли два человека. Водитель Мазды врезался в бетонную опору. От удара машина опрокинулась и вылетела в кювет. Как считают полицейские, возможная причина аварии – превышение скорости. 115 преступлений за сутки. Не обошлось без убийств, грабежей, краш и мошенничеств. Больше половины дел уже раскрыли. В советском районе Самары полицейские задержали женщину, которая, по версии силовиков, причастна к ограблению молодого человека. У местного жителя 1992 года рождения была похищена сумка с документами и деньгами. Двое нападавших – мужчина и женщина, произведя выстрел в воздух из травматического пистолета, завладели имуществом потерпевшего, после чего скрылись. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Продолжается розыск второго соучастника преступления. Как выяснили оперативники, задержанная в прошлом уже имела две судимости. Сейчас подозреваемая под стражей. Если ее вину докажут, ей грозит до 10 лет лишения свободы. За сутки в области 8 пожаров. Из них 7 в жилом секторе. Один человек погиб. В промышленном районе Самары горела квартира. Вызов на пульт дежурного поступил в 8 минут второго ночи. К месту пожара прибыли 10 человек личного состава, 3 единицы основной и специальной пожарной техники. При проведении работ по ликвидации пожара, было обнаружено тело погибшего мужчины, эвакуировано 4 человека. Пожар был околизован в 1 час 19 минут, ликвидирован в 1 час 23 минуты. Причиной гибели человека возникновение пожара и ущерб от него устанавливаются.